Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы будем говорить о сексе. Но вы, я думаю, уверены, что канал у нас серьезный. Поэтому у нас будет не желтизна и не пошлость, а наука. Сергей Вячеславович Савельев, профессор, сегодня нам об этом будет рассказывать. Сергей Вячеславович, у меня уже улыбка души, мне смешно, потому что тема нетипичная для нашего канала. Мы обычно говорим о политике, об экономике, о деньгах, о власти. Да, это очень важно, но возникает вопрос. А откуда берутся политики, экономисты, люди власти? Это они как заводятся-то? Для этого нужен все-таки секс. Пока еще у нас не получается уж совсем автономно разводить людей. Поэтому, да, это огромный. К тому же, мы знаем, что самое большое количество мировых скандалов как раз происходит из-за секса. И в политике такое бывает. И в политике, а уж в теологических направлениях только что закончились скандалы в Испании, в Португалии по поводу педофилии, мужеложества. Там масса всяких проблем. То есть на сексе замерзшено такое количество всяких невероятных событий, экономики, политики, межличностных отношений, что вы включите радио. Сколько вы там песен найдете про что-нибудь еще? Там сплошное. Или кто-то с кем-то перепихнулся неудачно, или кто-то кому-то, с кем-то не согласился, или добившись результата, тут же разбежались. Больше других песен нет. Причем это и мальчики, и девочки исполняют с надрывом, с таким, что ты понимаешь, что, наверное, для них это единственное развлечение. Или это единственное, что они могут продавать всегда. Я имею в виду пивунов и плясунов. Ну и плюс посмотрите все там оперные всякие постановки с незапамятных времен. Ну, я не знаю, там «Русалочка», «Дворжика». Ну уж проблема одна и та же. Про размножение. «Русалочка», «Принц», «Любовь», «Измена», «Смерть». И вот вокруг этого «Ромео Джульетта». То есть все страсти, они носят обезьяний характер. Почему? Потому что в основе лежит активность лимбической системы. Потому что любой биологический объект, а мы полуобезьяны, он стремится что? Наестся и размножится. Все. Ну а если еще есть какие-то ресурсы, то и выпендрится перед другими такими же обезьянами. То есть, собственно говоря, зачастую зарабатывание денег в 9 случаях из 10 или в 99 из 100 – это что? Обосновывают чем? Посмотрите на государственные программы. Чего поддерживаем? Там, сохранение населения страны. Значит, давайте стимулировать. Посмотрите, какие законы. Например, хоть один закон принят о том, чтобы стимулировать интеллектуальную деятельность. Упаси бог, нет только размножение. Вы можете получать от жизни удовольствие, размножаясь активно, и вам государство будет доплачивать. А представьте себе, был бы принят закон о том, что вы активно думаете, и вам за это государство доплачивает. Вот видите, вам смешно. То есть, это говорит о том, что в основе государственной политики лежат обезьянные принципы, которые никакого отношения к развитию человечества, ну, в интеллектуальном плане не имеют. Стимулируется размножение, даются кредиты для того, чтобы люди строили себе норки, то есть, квартиры, где могут размножаться и выращивать потомков. То есть, а это что? Это биологический процесс. То есть, государство регулирует биологические процессы, даёт в кредит деньги и прочее, прочее. Почему? Потому что биологические процессы доминируют в любом государстве, они интеллектуальные, а основной биологический процесс – это секс. Так что никуда не денешься. Ну, с обоснованием более чем даже затянули. Возникает вопрос из того, что вы сказали. Допустим, если в историю посмотреть, сексуальная сфера и ограничения, которые там вводились, или, наоборот, послабление, и вообще регулирование секса, использовалась ли сознательная элита и для управления обществом в целом? Да, конечно. И как? И как, если да, то как? Расскажите. Конечно, потому что вообще в основе аврамических религий лежит именно этот принцип. Дело в том, что первичная система контроля за населением, она, конечно, была религиозной. Потому что для того, чтобы отнимать деньги у людей, то есть чтобы они платили налоги, нужно иметь очень много власти. Понимаете, нужно иметь боевые отряды, копейщиков, еще всяких. В общем, короче говоря, нужно тратить деньги на содержание большой популяции бездельников, которые будут отнимать деньги для руководящей верхушки страны у тех, кто занимается каким-то производством. Это элементарно. И вопрос всегда стоял так. А сколько надо содержать этих самых мытарей, которые будут отнимать средства у тех, кто что-то зарабатывает? Для тех, кто этими, кто зарабатывает, управляет. То есть всегда. Это чисто опять в рамках запрещенной экономики главный экономический вопрос. И именно аврамические религии, почему они так распространены, они дали возможность вмешиваться в самые главные биологические процессы. То есть в чем дело? Человека зачали – это уже грех. Человек родился – сразу же виноват. Деньги в кассу, обращаю ваше внимание. И дальше любое действие, как известно, в день нельзя сделать меньше семи грехов, хотя бы в рамках христианства. Поэтому все делают больше. Даже если не пьют, не едят и прочее, все равно грехов полно. Потому что система ценностей, которая навязывается, она должна касаться всех. А всех – это биологические процессы. Еда, размножение, доминантность. Давайте разобьем эти системы. Ну, 10 заповедей. Не пожелай жизни жены искреннего твоего, не укради ближнего. И так далее, и так далее. Это что? Это что, запрета на интеллектуальную деятельность? Или запрета на изобретение колеса, пушки, пороха? Упаси бог! Это приветствуется. Нет, это запреты на биологическое, собственно говоря, самовоспроизводство. То есть задача очень простая, религиозно или законодательно сделать так, чтобы любое естественное человеческое желание, любое приводило к некоему моральному нарушению. То есть преодолению моральной препятствий или просто прямого, духовного, религиозного, как хотите, называете, это запрета. В результате что получается? Что человек с рождения непрерывно виноват. Это большой повод для того, чтобы брать с него деньги за снятие вот этой моральной ответственности, которая возникает из-за выдуманной конструкции. Остается только одно – навязать эту конструкцию человека, убедить, что это единственное правильное решение, и вы через еду, секс и доминантность начинаете контролировать его повседневное социальное поведение. В этом весь фокус. И вы посмотрите, все конструкции и Древнего Рима, и Греции, они все на этом построены. Там, пожалуйста, та же Греция, та же Спарта, там войны с мальчиками – это, пожалуйста, ерунда. А вот по-настоящему жениться – это проблема. То есть тут же ограничение. То есть там в чем, на чем дело. Пожалуйста, пристраивайте свои причиндалы куда хотите и как хотите. Это никого не волнует. А вот как только возникает система переноса генома в следующее поколение, давайте здесь устроим огромную проблему. И эта проблема продается опять. То есть это система управления поведением. Надо управлять, пожалуйста. Другой вариант – наоборот. Значит, там уже ложество преследуется, Советский Союз, статья, то, сё, пятое, десятое. Как говорила Фаина Раневская, ну что это за страна, где человек не может распоряжаться собственной задницей. Звучит смешно. И афоризм, и красивый. То есть здесь другая крайность. Нет, вот только вот так и больше никак. И это тоже контроль за сексом. Значит, давайте заниматься воспроизводством аборта запрещения. Во многих странах запрещают аборты. Они думают, что таким образом они смогут увеличить народ населения, которое в ближайшие 10 лет станет никому не нужно. Вот этого непонимания, понимания этого ещё не возникло. Научно-технический процесс так быстр, что биологическое перепроизводство людей – это уже превратилось в большую проблему. И во многих странах придумывают способы, как бы это так ненавязчиво притормозить. И отсюда система в интернете. Именно поэтому сейчас огромное количество молодых людей, семьи, детей никаких не заводят. Вместо них такие маленькие шавочки, такие гав-гав, которые говорят. Но вот тут они с ними носятся, тратят колоссальные деньги на этих пёсиков для того, чтобы они, значит, смещённая активность, это называется в биологии. И они таким образом замещают наличие детей. Но эта система очень сложная. Почему? Потому что справиться с запретами не получилось, зато справиться с системой биологических ценностей получилось. Женщины говорят, ну зачем мне сейчас детей? Мне надо пожить для себя, мне надо получить образование, мне надо поработать, получить некий карьерный рост и стабильную ситуацию. Вот это им объяснили, и вместо сладкой песни, как бы дожить бы до свадьбы, женить бы и немедленно размножиться, начинается вот эта вот отложенная система контроля сексуальных отношений. То есть это всегда было, всегда есть и всегда будет. Вопрос, какие цели исповедует государство, или вот сейчас как надгосударственная система отношений, который контролирует вот эту форму поведения, это очень важно. Потому что пока мозги маленькие, о чём я пишу, вот в той же морфологии сознания, пока речь идёт о незрелом мозге, там можно на фазе, например, формирования лимбической системы ещё до неокортекса, то есть до 8-9 лет, до начала интенсивного формирования неокортекса, этому самому детёнышу, маленькому, растущему, внушить в любую ахинею. Это чистый лист бумаги. В любую глупость. Убедить его в чём угодно. Ну, вот это уйдёт в лимбическую систему, то, что в психологии называется подсознанием. Будет запечатлено, как гуси запечатлевали, там Кондрадла Лоренца, считая его своей мамой. Мячик. Ну, мячик, подушку, там что только не делали. Значит, это и будут считать это нормой. И уже всё, это не выбьешь никогда ни с чего. А при формировании коры, значит, все 8-9 лет и дальше, до 14, до полового созревания, они будут запечатлевать социальные инстинкты, те, которые вокруг них. Я недавно делал специальный такой обзор пионерской организации с картинками. Вот это всё уже не повлияет, потому что базовая конструкция уже заложена, то есть в лимбическую систему заложена с помощью запечатлений о внешнем мире та система отношений, которая нужна. Что делалось раньше? Раньше просто взяли, потери людей были очень большие. Любое военное сражение, любая рана – это почти всегда смерть, инфекция, заражение крови – большой привет. Сейчас проблемы внутренних человеческих конфликтов связаны с тем, что люди долго живут. Им прививают набор социальных инстинктов. На лимбической системе или на коре до 14 лет. Потому что когда половое созревание, там с ума сходить начинает, там другая история. И дальше эти люди долго очень живут. Это и вызывает конфликтные ситуации. Раньше при продолжительности жизни в Европе 30 лет, ну, заложили, динамика была намного ниже, заложили им социальный инстинкт. Отлично. Но через всего одно поколение уже их никого не осталось. Их просто истребила жизнь. В прямом смысле этого слова. Любые конфликты уносили гигантское количество людей. Любая инфекция выкашивала там по 60-80% населения. Сейчас это преодолено. И отсюда проблема. То, что социальные инстинкты, которые, например, закладывали в моё поколение, там 40 лет назад, да, они радикально не совпадают с тем, что закладывали у современных там 40-летних. Они сложились в 90-е годы, и взаимонепонимание глубочайшее. Но они уже являются динозаврами, антикварными конструкциями мозга для современных 20-25-летних. То есть слишком длинная жизнь приводит к тому, что набор социальных ограничений инстинктов, как касающихся секса, еды, планирования своей жизни, она непрерывно вступает вот в эти конфликты. Из них выцегонить квинтэссенцию очень сложно, если ты ориентируешься на изучение социальных или общественных процессов, а не на биологические. А с биологической точки зрения всё по-прежнему. Всё то же самое. Поэтому ты хочешь прекратить размножение в стране? Развивай персональный эгоизм. Делай людей счастливыми сразу. И они у тебя не будут размножаться. Известно, как повышается уровень жизни, так уж падает размножение. А когда, как в знаменитом фильме про трюкача с Бельмондо в главном роли, когда его выкатывают, он так в каталке, он высунув язык в беретике, там множество детей спрашивают социальные служители, это все его дети? Он говорит, да. Ну, говорит, это же его единственное развлечение. В этом отношении секс является развлечением, скажем, вот для людей, которые не обременены излишним мозгом. Или живут так, что даже социальное пособие на детей позволяет им выживать. Поэтому у них есть масса способов имитировать вот это вот чудолюбие. То есть, насколько это нужно государству, я не уверен. Мне кажется, что это уже несколько, так сказать, использованная модель. Сейчас не нужно такого количества людей, нужно большое количество думающих людей, которые могут вести за собой научно-технический прогресс, и тогда, может быть, при заселении Марса нам понадобятся миллиарды новых людей. Но пока я таких условий для того, чтобы прокормить существующих, не вижу. Скажите, существуют ли некоторые биологические зависимости между тем, что мы считаем сексуальным, и тем, как у человека устроен мозг? Да, конечно, существует. То, что мы считаем сексуальным и с устройством мозга, да. Почему? Потому что то, о чём я говорю про детство, и пишу в книжках «Морфология сознания» в первом томе и во втором, созревание представлений о мире, оно происходит с помощью запечатления, то есть введения в виде имплицитной непроизвольной памяти, сначала в лимбическую систему, а потом в кору, неких социальных инстинктов, которые человек получает из внешнего мира. Ну, раньше, например, вы посмотрите на рубенцевские картинки. Ну, там же масса достоинств. Изображено, причём очень богатые тела. Ну, вот другое. А потом вспомните 60-70-е годы, когда эта курица-твиги знаменитая, такая тоненькая, вся похожая на подростка, девушка в каких-то туфлях не по размеру и там с висящими на ней как навешалки платьем стала модой. И потом следующий, там, 80-е-90-е, когда, значит, эти жирафы в бикини, значит, разгуливали по подиуму, и у людей менялось представление и о красоте, и о сексуальности. Понимаете, если Рубенс, там нужно было иметь достойные молочные железы достойного размера, чтобы возбудить чувства. И это было архаичное такое представление, как в своё время лохматая самка шимпанзе больше возбуждает самца, чем с небольшим количеством шерсти. Он понимает, что она хорошо питалась, и она, значит, выкормит детёнышей. Так и дама с развитыми молочными железами, она, так сказать, больше впечатляла и возбуждала. А потом эта система меняется, это наше представление. То есть для того, чтобы продать что-то новенькое, нужно что-то новенькое придумать. И вот смена наших модных, то, что вы говорите, представлений о красоте, она является до известной степени коммерческой. То есть дохлые девицы, они выгодны коммерчески, потому что они много тратят времени и сил на свою фигуру, на фитнес, на определённую еду. Из них проще выжимать деньги, проще работать с одеждой, проще убеждать, что это хорошо, корреляции со здоровьем. Вот вам, пожалуйста, дохленькая, она, значит, у неё нет жира, у неё нет обременений с сердцем, с внутренним органом. То есть это всё завязано в единый клубок. И поэтому, конечно, мировоззрение, оно же ведь прививается человеку. Но кто-то, понимаете, живёт в одной среде. Посмотрите, у нас мир же очень разный. Там девушкам надевают кольца на шеи. Шеи увеличивают, да? Ну, на самом деле, шея не увеличивается. Это мистика, на самом деле, вскрытие и анатомирование этих дам показывает, что вот это вот удлинение, эти золотые кольца, это не за счёт шеи, а за счёт плечей. То есть на самом деле вытаскивается шея, не растягивается, а сужаются плечи, вот эта вот область сжимается. Там, к сожалению, позвонки не удлиняются, то есть этого добиться не удаётся. Или другие всякие фокусы. Это считается модным и красивым, и популярным. Ну, или там раньше дощечки привязывали, или как авары надевали, сромятные ремешки, башенные черепа получили. Это было тоже модно. И это было сексуально. Таких хотели производить детей от таких женщин. Ну, как у нас, в Вятской губернии, был знаменитый русский евгенический журнал, который стал прообразом всего остального, который был предназначен для того, чтобы отслеживать состояние населения. И были русские евгенические общества, ничего в этом плохого нет. Это были медицинские организации, которые отслеживали состояние населения, болезни, распространение патологий, наследственных отклонений. Ну, и вот, кстати говоря, в одном из номеров этого журнала была большая статья, ну, это начало 20 века, о распространении в Вятской губернии шестипалых женщин, у которых шесть пальцев на ноге. Вот, пожалуйста, это считалось модной невестой. Это было очень сексуально. У молодых людей возникала устойчивая эрекция, глядя на эту красоту шестипалую. И более того, они были предпочтительными небестами, потому что было представление, вот о чём вы говорите, а ментальная такая форма, что шестипалые лучше работают, и у них лучше дети. И всё. И в пяти или семи, я уж не помню, деревнях Вятской губернии, эти самые шестипалые, там были чуть не 80% женщин было шестипалые, а с пятью пальцами, ну, это какое-то было отхожее дело, замуж не выйти. Ну, шесть пальцев, надо куда-то ехать. А там на месте вот было такое представление. Тоже сексуально, сексуально. И обращаю внимание, никто не смотрел на кривые ноги, на молочные железы, физиономия тоже была не так важна. А вот шесть пальцев было важно. Вот тебе и сексуальность. То есть, видите, не обязательно там твиги брать примеры какие-то глобальные. Вот простой пример. В результате на протяжении полторы сотни лет в Вятской губернии образовалось несколько деревень с такими модными девушками. И, конечно, влияет. И стратегия размножения, если мы начинаем смотреть, вот я наблюдал за девушками 40 лет назад и сейчас. Ну, пожалуйста, посмотрите. Явно, если взять антропометрию, то, конечно, и есть кое-какие сведения об этом. Бедро и голень, конечно, изменились. И соотношения между ними, и всё остальное. Потому что модный размер ног, да, он стимулирует, повышает вероятность репродуктивного успеха. Ничего не сделаешь. Туфли поэтому. Непроизвольная сексуальность. Это что, удлинение голени? Ну, может быть, это связано с тем, что улучшилось питание, уменьшилось число детских болезней. И это произошло не благодаря тому, что такие невесты были более популярны, а благодаря просто тому, что удлинились кости. Так вот получилось. Кости никогда не удлиняются просто так. Ну, я же сказал, питание, медицина. Есть страны, в которых люди очень хорошо питаются, например, уже много поколений, где с питанием всё нормально. Есть привилегированные группы населения, у которых с питанием всё нормально уже на протяжении 30 поколений. Всё хорошо. Но тогда у них было ненормально с излечиванием болезней. Да, но болезни не коррелируют с длиной ног. Коррелируют, насколько я понимаю, с ростом человеческим. Ну, это не совсем так. Это не при... Ну, конечно, это не стопроцентная зависимость. А я и не говорил. Корреляция же, вы сами знаете, прекрасная. Это не стопроцентная зависимость. Ну, вот здесь очень простой опыт. Посмотрите, длинноногая блондинка с такой скоростью выходит замуж сколько раз. Всё? Хорошо, продолжаем нашу беседу. Так вот, я к чему введу? Я введу к тому, что в современной ситуации, современное население, оно также точно подвержено неким модным тенденциям. То есть, вот сейчас пытались, уже 10 лет пытаются сменить моду, то есть, заменить этих жирафов на женщин, так сказать, достойных форм. Ну, это появляются всякие модельные агентства, появляются производители одежды для более упитанных женщин. То есть, это пытаются внедрить в практику. Почему? Ну, потому что они уже экономически отжали всё, что можно от верблюдов, то есть, от жирафов, потому что не так их много, понимаете? Вот этих богинь, длинноногих, узкобёдрах, не так много оказалось. Бизнесу это не нравится. Надо всё-таки модные фуфайки продавать и таким более-менее нормальным. А как их продашь? Если они смотрят на себя в зеркало и говорят, ну, вот куда? Кстати, опять Раневскую вспоминаю. Хотите похудеть? Что делать надо? Завтракать, обедать и ужинать голыми и перед зеркалом. И сразу отшибёт всякое желание. И вот людей-то, так сказать, достоинство посмотреть на обезьян и посмотреть на людей. Ну, людей полных и достаточно весомых достоинств, там, скажем, довольно женщин много. Плюс обмен специфический, потому что им детей надо рожать, выращивать. Там отложение жира неизбежное в связи с этим. И прочее, прочее. Популяция – это намного шире, чем точненькие, худенькие твиги. Значит, а это всё что? Это значит, что если рассчитывать на них, то тогда есть возможность получить больший доступ к кошелькам. И поэтому бизнес, естественно, пытается что-то сделать, потому что там ресурс выбран. Модных, красивых с богатыми мужьями не так много. А вот обычных много. Ну, и сейчас вот раскручивают эту систему принудительно. Возникнет спрос на таких девушек, как сразу после Второй мировой войны. Возникнет обязательно. Вырастет сейчас пару поколений, которые будут относиться к ним достаточно терпимо, а даже потом и с интересом. И всё будет в порядке. Девушки будут счастливы, несмотря на то, что у них ножки не из ушей растут. И бизнесмены будут счастливы, которые они и таким будут продавать большое количество хорошей, дорогой одежды. Они будут нравиться. Это будет сексуально. Вот пройдёт время, и они будут сексуальны. Я как-то давным-давно слышал о таком термине, как зародыш из пробирки, потом выращивать человека, теоретическая возможность. То есть говорилось о том, что делается... Были, по крайней мере, работы по искусственной матке, а потом посчитали это неэтично, мы запретили. Я в курсе этих работ. Да. Это знаменитый итальянец, он даже к нам приезжал в институт. Он оказался просто мелким жуликом, как многие в те времена люди. Значит, он доказывал, что он в пробирке выращивает зародышей, и что, значит, у него всё получится. Потом он оказался пархиндеем, что, в общем, хорошо известно. Клонирование, клонирование в том смысле, в котором говорили англичане, оно невозможно. Овечку доли сожгли, но вот сам институт снесли, чтобы никаких концов не осталось. Это жульничество, потому что хайфлик никто не преодолел, и все эти псевдо-собаки корейские, псевдо-коты клонированные или стада быков псевдо-клонированных, которые, конечно, будут точной копией. Я сам видел эти контракты. Но будут отличаться рогами, цветом шкуры, копытами и всем остальным. Ну, сколько технология новая. В общем, это всё жульё сгинуло. Сейчас уже, обратите внимание, об этом речь не идёт. Вот уже во многих странах успокоились и с стволовыми клетками, которых, как выяснилось, нет, и чтобы они появились, надо туда пересаживать по четыре гена, за что дали Нобелевскую премию там семь лет назад. Правда, ничего так и не появилось. Никто кончика носа не вырастил. То есть очередная профанация тихонько так затихает. Таких профанаций на моей памяти было минимум пяток. С Нобелевскими премиями, с миллиардными гонорарами, с фильмами и со всем остальным. Этого было уже очень много. Это также точно никаких искусственных маток пока не будет, потому что у нас количество клеточных делений, то есть хайфер, включается при миозе. И больше ни при какой ситуации. А поподробнее? Ну, дело в том, что когда клетки делятся, половые, там при миозе включается счётчик клеточных делений. У человека их около пятидесяти. И никаких других способов включить его нет. И Нобелевскую премию дали несправедливо, потому что наш уследователь первым высказал и опубликовал на Западе статью. Дали двум. Естественно, западным. Ну, вот речь идёт о Баловникове. Который, собственно говоря, и всё это объяснил, нашёл объяснение. Никто хайфер не преодолел. Когда какой-то выползает очередной малолетний балбес или генетик, усимбелённый с сединами, и начинает рассказывать о том, что они сейчас будут клонировать человека или выращивать органы отдельно, сразу же возникает вопрос. Так, ребята, где дифференцировочный механизм? Их они неизвестны, и они не генетической природой в основном. И второе – это, ребят, как вы преодолеете хайфлик, то есть ограниченность клеточных делений. Вы там, допустим, что вы что-то вырастили, но это же сдохнет от старости. То есть это типичное разводилово для недалёких, скажем, плохо образованных чиновников, которые возникли в результате протекционизма ближайших родственников. И поэтому наука, как правило, тратит колоссальные деньги на откровенный идиотизм, который выглядит поначалу особенно, ну, первые 10 лет, очень платёжеспособным. А потом ты спрашиваешь, ребята, а как это всё происходит? Они почему-то отводят глазки, как вы спросите у любого генетика, ребята, а вот где ваши статьи про метахондриальные ДНК, про эволюцию, гоминид, про всё, про всё, то, что вы рассказываете непрерывно. Когда сейчас из одной клетки извлекли метахондрию, в которой может быть из разных частях одной клетки, там бывает 10-15 геномов внутри одной клетки, а вы на основании сравнения этих геномов строите эволюцию гоминид. Ребята, а вы не жулики просто? И сейчас это всё затихло. И сейчас метахондриальная ДНК почему-то не используется ни в зоологии, ни в систематике, ни в эволюции гоминид. Почему? Да потому что, простите, в мозге, я просто за этим слежу, взяли из 10 структур, во всех 10 структурах метахондриальная ДНК разная. Вы находите одну метахондриальную ДНК, у кого неандерталь, сравниваете с сапиенсами, и на этом основании строите свои эти идиотические кладограммы. Всё исчезло, и никто не ответил. Где те популяризаторы науки, которые это всё толкали на всех углах? Биоинформатики. Идите сюда, ребята, вы расскажите, что вы 10 лет назад на протяжении годами рассказывали слушателям и заморачивали им мозг. То есть это, к сожалению, вот это всё происходит непрерывно. И каждое очередное новое модное направление получает своих апологетов. Но на нашу счастье, на сексуальные женщины это не влияет. Они также привлекательны. На этой ноте мы передачу завершим. Обращаю внимание, что вот, кстати, в частности, тема мозга и секс, половых отношений и социальных отношений с этим связанных, вот здесь в книге у Сергея Савельева есть. То есть видел, читал. А слово протекционизм вы употребили, это даёт мне повод похвастаться и своей книгой, подписанной псевдонимом. Нет, эта книжка замечательная, потому что никакого секса на гречневой каше не будет. Надо иметь достаточный денег, чтобы съесть чего-нибудь посущественнее. А экономика поднимается благодаря протекционизму. Ну что же, до свидания, уважаемые зрители. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok